Всем привет! Вы на канале Убиваю BPM. Буквально на днях Салуки выпустил альбом под названием Wild East. Пластинка очень разнообразная по звучанию, по текстам и там много интересных фитов. В этом видеоролике мы разберем вкратце альбом Салуки, а также вспомним интересные факты про этого артиста. Располагайтесь поудобнее, всем приятного просмотра! Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf – это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более 3000 моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. Самое главное – у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Арсений Несатый, так зовут на самом деле Салуки, родился в столице в 1997 году. Отец занимался бизнесом и провозил сыну много записей с иностранной музыкой из рубежа. Так Салуки погрузился в музыку, начал писать свои первые стихи, а затем при помощи брата освоил программу для создания битов. На музыкальную карьеру Арсений не рассчитывал, он закончил экономическое образование и несколько месяцев проработал в консалтинге. Судьбоносным для него стало знакомство с Глебом Голубиным, он же Фараон. Таким образом Салуки попал в объединение Dead Dynasty, фронтменом которого и являлся Фараон. Именно Салуки написал музыку к хиту Фараона и Бульвара Депо «5 минут назад». Трек прославил его как битмейкера, но амбиции музыканта оказались шире. И поэтому он уходит сольное творчество, выпуская мрачные атмосферные треки. Давайте вспомним его альбомы. 2018 год, улицы дома. Уже этот альбом вызвал большой интерес у слушателей. В 2019 году выходят два альбома «Властелин коллег» и «На человека», треки из которых тоже надолго остались в плеере у слушателей. Ну и конечно же стоит отметить совместный альбом со 104 «Стыд» или «Слава». А также душевные композиции, записанные вместе с артисткой Аникой. И вот совсем недавно в сети появился новый альбом Салуки под названием Wild East, в который входят 25 треков. После прослушивания альбома становится понятно, работа проделана колоссальная, именно поэтому, скорее всего, Салуки брал такую паузу, чтобы выпустить полноценный материал. Открывает альбом трек под названием «Бич», сделанный совместно с Васио и Бато. Кстати, про Бато мы делали отдельный ролик, вы можете найти его у нас на канале. В этом треке интересно переплетается мелодичность Салуки и мощный флоу от Васио и Бато. Уже здесь Салуки поднимает тему своего творчества, то есть делать всё самому и не смотреть на мнения окружающих. Далее следует композиция, которая так и называется – Wild East. Несмотря на мелодичное начало, композиция по тексту всё же более мрачная, чем позитивная. И уже слегка касается личных тем. На втором куплете композиция меняется с мелодичности на более вайбовый, агрессивный звук. Ну а заканчивается песня с словами «Отличный день в аду». Тема Ада Салуки касается не единственный раз на этом альбоме. Следующий трек под названием «Браза», на котором засветился Бульвар Депо. Что хочется отметить – это очень интересный инструментал и флоу обоих артистов. К слову, уже здесь небольшую лепту внесла и Аника. Следующий трек уже сольный, под названием «Выличем». И опять же стоит похвалить Салуки за очень мелодичный инструментал. Сам трек по тематике можно отнести к рассказу про творческий и жизненный путь. Далее идет яркий энергичный трек под названием «Огней». Его Салуки релизил еще до альбома. Здесь Салуки говорит о том, что было много разговоров и о том, что заинтересованность слушателя в его творчестве ненадолго. И Салуки своим творчеством опровергает эти разговоры, а также ссылается на общий трек со 104-м. Следующий трек тоже был выпущен до альбома в 2022 году. Однако Салуки решил взять и его на релиз. Трек полон интересных строчек. И здесь Салуки снова говорит о том, что если он ушел в затишье, то когда он вернется, его альбом заинтересует большое количество слушателей. Что, собственно, является правдой. Прослушивание говорят сами за себя. Ну и, конечно же, хочется отметить забавный припев, сэмплированный из слов, из известного мема. Также на треке есть отсылка на трек «Касты» на порядок выше. Следующий трек под названием «The Good, The Bad, The Ugly». Начинается он с сэмпла из трека «Горилла» с «Feel Good». После звучного припева начинается куплет, где Салуки отсылается к трекам музыкального проекта «Cream Soda». В самом же треке Салуки снова говорит о том, что остается самим собой, несмотря на популярность. Дальше следует один из мощнейших треков на альбоме под названием «Wild Is 2». Это стильный репрезент под агрессивный и интересный инструментал. Из интересного хочется отметить вставки с Эдлибом Ей от All Black 52. Про объединение 52 у нас есть отдельный ролик на канале. Обязательно посмотрите. Следующий трек получился действительно очень разнообразным и удивил многих слушателей. Наверное, после этого трека многие начали сравнивать Салуки с Канью Уэстом. Во-первых, это необычный инструментал, который меняется три раза за трек. Плюс подбор самих звуков для инструментала. Тоже удивляет. И углубление в личные темы, в отношении с родственниками, и в том числе с отцом. Многие назвали этот трек лучшим с альбома. И он действительно не может не тронуть. Необычное звучание продолжается следующим треком так легко замерзнуть. Из интересного хочется выделить, что Салуки в некоторые треки добавляет интересные вставки. Следующий трек под названием Магдалена. Легкая романтичная композиция, где за припев отвечает Оуджи Будда, приглашенный на альбом. На следующем совместном треке засветилось два ярких артиста. Федук и Фрэнли Так. Из объединения 52 NGG. За припев здесь, конечно же, отвечает Федук. Следующий трек Лег Аут, выпущенный еще до альбома, довольно мрачный по содержанию. И на этой тематике отлично вписался ATL, которого, кстати, давно не слышно. Будем надеяться, что он тоже готовит большой релиз. Следующий трек тоже собран довольно интересно. Мелодичность, флоу, а из гостей, конечно же, Аника и Маркул. Чем дальше слушаешь альбом, тем мрачнее там звучат треки по тематике. И в следующем треке сделан он совместно с Биллик и Бруто, который называется Волото. Салуки будто бы отвечает на вопрос, почему так много мрачных тем. Следующий трек Интересный эксперимент. Называется он Встретимся у кассы. По звучанию он напоминает музыку, которую в давние годы играли в салунах. И несмотря на то, что сама мелодия довольно позитивная, сами строки с этим контрастируют. Следующий трек Салаист. Совместная работа с Джимбо. Его низкий флоу и мелодичность Салуки. Получилось интересное сочетание. На самом тексте Салуки отсылается на строчки Бульвара Депо, а также не очень положительно отзывается о канале с интервью вписка, называя это Кринж. На следующем треке от Салуки. Мощный минус и репрезентативный текст. На следующем треке, немного круче, Салуки снова экспериментирует со звуком. Начинается все с восточных инструментов, снова отсылающих нас к названию альбома. Ну а позже начинаются легкие раги-мотивы. Следующий трек очередной эксперимент от Салуки. На фите здесь известный рок-музыкант Найк Борзов. И это поистине неожиданное появление. Давайте услышим самого Найка и узнаем, куда он в этой песне спрятался. Моя работа над песней «Москвички» заключалась в том, что я спел припев. Но таким образом сделали из меня, скажем так, больше инструмент, нежели вокал. Я себя тоже слышу не везде, не всегда. И в основном это всякие, скажем так, фишечки, сделанные из моего голоса. Предпоследний трек с альбома под названием «Ведьма». Работа, привлекающая внимание, интересный мотив, интересная работа со звуком. И также заинтересовывает содержание текста. На протяжении всего альбома тонкой нитью проходит тема некой усталости от отношений с людьми и наличия огромной любви только к музыке. С строчками припева Салуки будто бы говорит, что ему нужен человек, который мыслит как-то иначе, чем те, кого он видит. Возможно, поэтому трека называется «Ведьма». Завершает альбом трек под названием «Home», записанный совместно с Бастой. Это удивительно красивая песня на романтическую тематику. И музыкально, и по тексту это очень трогательное произведение. И как мы знаем, Баста умеет создавать атмосферу таких треков, собственно, как и сам Салуки. Итог. Музыкально это очень разнообразный альбом. Салуки играет со звуком. На альбоме много интересных фитов. Поднимаются различные тематики. Местами он действительно мрачноват. Но, как говорит сам Салуки, что это его творчество. И он всегда говорит то, что лежит у него на душе. Пожалуй, это один из лучших альбомов, которые я слышал на русском языке, на мой взгляд. По крайней мере, за последние 10 лет точно один из лучших. Потрясающая проработка, удивительная работа с музыкой, с инструментами, с их разнообразием. Это количество скитов, фразочек, бэков. Вау, насколько это богатая музыкальная вселенная. 78 баллов получает этот альбом. Замечательный, прекрасный, великолепный. В данном случае это оценка. Мне очень хочется поставить вот так, но это неправильно. Потому что в этом отчасти и сила этого альбома. В том, что он не мейнстримный. Какие впечатления вызвал альбом у вас? Пишите мнение в комментариях. А на сегодня это все. С вами был канал Убиваю БиБиМ. Подписывайтесь на канал и ждите следующие ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok